новости пришли к нам сегодня из сша румынии катара и новой зеландии вот такой разброс по странам сша отклонили больше 3 заявок на студенческие визы в 2023 году это четверть миллиона что составляет 36 процентов общего числа заявителей согласно данным газдепа газдепа как правильно 2021 по 2023 год студенческих визах было отказано почти в два раза чаще чем в заявках на все другие виды неиммиграционных виз таких как туристические или деловые тем не менее общее количество студенческих виз выданных в сша в течение последних трех лет стабильно растет особенно после рекордно низкого уровня 2020 года что было тогда пандемия уровень отказов вырос с 15 процентов в 2014 году до 36 процентов в двадцать третьем году большинство отказов в визе f1 связано с невозможностью доказать не миграционные намерения что это за намерение таки это означает что заявители не смогли доказать достаточной связи со своей родной страной которые побудили бы их вернуться после истечения срока действия визы но же же по нашим наблюдениям студенты продолжают стабильно получать визы в сша под программы среднего образования также для учебы в университетах в этой сфере мы то есть maps education не получаем необоснованных отказов румыния впервые начнет оформлять гражданам рф шенгенские визы следующего месяца сообщает тасс это подтверждает посольство румынии в москве заявление можно будет подать во всех консультовах страны на территории россии а именно москва петербург и ростов-на-дону катар будет выдавать внж талантом и предпринимателям держатели таких внж смогут жить в стране до 5 лет внж можно продлевать какие критерии отбора для внж таланта одобрение соискателя соответствующим государственным органам катара в качестве талантливого человека в одной из 13 утвержденных областей сюда входят искусство развлечения спорт образования научные исследования разработки или инновации предложение о работе или трудовой договор с работодателем в катаре или же доказательство наличия минимум 36 тысяч 500 арских реалов приблизительно 10 тысяч долларов чтобы обеспечить себя до завершения миграционного процесса в катаре внж предпринимателя бизнес-план для инвестиций в катар одобренные одним из уполномоченных бизнес инкубаторов в стране инвестиции в размере как минимум 250 тысяч катарских реалов приблизительно 68 тысяч долларов хорошие новости из южного полушария новая зеландия давно отсюда не было новостей иностранных студентов здесь становится все больше в прошлом году это маленькая но гордая страна приняла почти 100 тысяч студентов откуда приезжают студенты основной студента трафик идет из китая индии и японии новая зеландия полностью открыта для получения студенческих виз с июля 2022 года правительство очень заинтересована в привлечении иностранных студентов жмем лайк если нравится правительство новой зеландии что с процентом одобрения новозеландских студенческих виз он высокий 75 процентов туристической визе в новую зеландию можно находиться до девяти месяцев и учиться до трех месяцев для обучения дольше трех месяцев нужно студенческая виза второе по студенческой визе можно находиться в стране до 4 лет визу можно продлевать жмем лайк студенты могут привозить с собой детей на весь срок обучения еще лайк по студенческой визе можно работать до 20 часов в неделю возможно скоро увеличит до 24 работать студентом можно с 16 лет но детям до 18 нужно согласие родителей после учебы в вузе можно остаться на срок от 1 до 3 лет и искать работу на сегодняшний день визы рассматривают довольно медленно туристическая в среднем 38 дней а студенческая 45 дней хотя на фоне недавней истории с великобританией это еще окей визу можно не ставить в паспорт она электронная но для перелета паспорт все-таки нужен подаваться можно за любой срок нет лимитов оля не ранее чем за три месяца до поездки документы подаются как бумажном так и в электронном видах